Ну что такого притягательного в моем собеседнике? Или в этом ораторе? Спрашиваете себя вы. Зачастую мы влюбляемся в спикера по причине притяжения его голоса и проникаемся его темой и идеями. И притяжение это часто сексуальной природы. Меня зовут Александра Горбачева-Пожарская, я тренер школы ораторского искусства «Король говорит». И в сегодняшнем видео мы разберем секреты сексуального голоса. Сексуальный лично для меня. Имеющий притяжение, магнетизм и соблазняющий на сотрудничество с тобой. Но не призывающий к сексу. Я прошу исключить путаницу понятий. Это очень важно. Например, сейчас я говорила с вами сексуальным оттенком своего голоса, но при этом доносила деловые идеи. Если я сейчас уберу сексуальные нотки из голоса и стану более жесткой, или, например, уберу сексуальность и уйду в интонацию, грусти или в любую другую. Сместив акцент, то вы будете воспринимать меня несколько иначе. Каждый оттенок голоса, включая сексуальный, влияет на твоего собеседника и слушателя по-разному. Поэтому, какую бы цель ты перед собой не ставил, соблазнить своего любимого человека с помощью сексуального голоса или добавить легкий флер притягательности в твои деловые беседы – это видео для тебя. Приемы, которые я сегодня дам, универсальны. Итак, секреты сексуального голоса. Секрет номер один. Замедляйся. Есть такая фраза «пустая женщина дребезжит, как пустое ведро». Это правда не только про женщины. Красивый, харизматичный мужской и женский голос строятся на замедлении и паузах. Как это сделать? Особенно, если ты тараторишь. Когда мы говорим очень быстро, то сексуальность из голоса, конечно, уходит, потому что ты даешь фокус совершенно на другое. Поэтому упражнение номер один, которое поможет тебе натренировать сексуальный голос. Оно так и называется – замедление. Выбери любую фразу или отрывок текста и произнеси его в трех разных регистрах. Первый – регистр скорости, самый-самый медленный. Ты произносишь свою фразу нарочито, медленно. Гораздо медленнее, чем обычно. Для некоторых людей, которые привыкли говорить быстро и тараторить, такое замедление является неестественным. Поэтому это домашняя тренировка, и даже если она тебя слегка раздражает, попробуй это сделать. Пока искусственным способом. Второй регистр – это средняя скорость речи. Здравствуйте, меня зовут Александра Горбачева-Пожарская. И этого вполне достаточно для того, чтобы сексуальный голос стал таким замедленным. Но есть и третий регистр – очень быстрый. В противовес самому медленному, начинай говорить быстро. Здравствуйте, меня зовут Александра Горбачева-Пожарская. При этом, когда ты проходишь все три регистра, ты ощущаешь, когда сексуальность начинает уходить из голоса. На какой именно скорости. Возможно, это случится на самой быстрой скорости. На второй или переходе между ними. Отследи, когда твой оттенок сексуальности пропадает. И если ты хочешь говорить сексуальным голосом, то замедляйся сначала искусственно, а потом это пройдет естественным образом в твою жизнь. Секрет сексуального голоса номер два – это плавная интонация в речи. Потому что если даже ты замедлишься, но твои фразы будут рубленными – Здравствуйте, меня зовут Александра. Сексуальности не видать. Плавность интонации достигается различными упражнениями. Одно из них – это расслабленное тело. Если ты комфортно встанешь или сядешь, расположишься так, что твои плечи будут откинуты слегка назад, горло освобождено тем, что ты поднимаешь подбородок, твой голос начинает звучать по-другому. Кстати, о других секретах красивого голоса ты сможешь узнать из специального видео на нашем канале, которое посвящено некоторым лайфхакам и четким конкретным упражнениям тренировки красивого голоса. Следующее упражнение на плавности замедления называется «Плюшевый мишка». Ты можешь взять любую плюшевую игрушку или что-то мягкое и, пытаясь разговаривать, погладь эту игрушку. Именно плавные мягкие жесты, вот если я сейчас начну их производить даже со своей рукой, они уже замедляют интонацию. Тело связано с голосом напрямую. И вместе с тем, если ты делаешь рубленые жесты и резкие движения, голос меняется и плавность из него уходит. Вот почему такое упражнение, как «Плюшевый мишка» позволяет отслеживать интонацию и плавность в твоем голосе. Кроме того, развивать плавность и ритмику, по-другому мелодику голоса позволяет чтение стихов вслух. Выбери любое стихотворение в качестве домашнего задания. Это может быть стихотворение про любовь, это может быть лирика, которая тебе нравится. Единственным исключением является стихотворение Владимира Маяковского или Сергея Есенина, у которых рубленная ритмика. Поэтому, выбирая между Ахматовой, Цветаевой и Есениным Маяковским, выбери первый тип стихотворения. Это могут быть как современные поэты, так и поэты классические. Выбери одно стихотворение, ты можешь его выучить и повторять. И плавная ритмика войдет в твою жизнь. И даже прозаические фразы, которые ты будешь произносить в своих презентациях, в деловом мире или в личной жизни, станут более плавными и притягательными. Третий секрет притягательного сексуального голоса – это говорение на опоре. А простыми словами – низкий тембр голоса. Если ты говоришь на высоком голосе, вот я вот, здравствуйте, мне зовут Саша, то это не только не сексуально, но это напоминает голос ребенка. Это проистекает из того, что мы говорим на горле или связках. И для того, чтобы включить говорение на опоре или низкие сексуальные регистры, нам потребуется подключить диафрагму. Для этого выполни несколько простых упражнений. Во-первых, расслабь шею. Для того, чтобы это сделать, тебе достаточно двух-трех покачиваний шеи. Вперед-назад, влево и вправо. И после этого ты сможешь приступать к тому, чтобы понижать свой тембр голоса. Эту возможность сделать через упражнение на включение диафрагмы. Например, вот такое упражнение. С буквой Ф. Таким образом, резко втягивая живот, ты тренируешь и мышцы живота, и диафрагму. И включаются нижние регистры голоса со временем, если ты каждый день в течение хотя бы одной недели будешь тренировать данное упражнение. Затем тебе достаточно перейти на один-два раза в неделю и поддерживать себя. Кроме того, для того, чтобы тембр стал ниже, традиционное гудение гласных будет хорошо. Выбери буквально пару гласных. Например, А. Вдох. И на выдохе ты гудишь. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Более полный формат гудения ты встретишь в видео «Секреты красивого голоса», где ты сможешь прогудить со мной пять гласных по три раза и сделать это целой разминкой. Но для сексуального голоса вполне достаточно один раз в день угудеть одну-две гласных. Это понизит твой тембр со временем. Четвертый секрет сексуального голоса – это хорошая артикуляция. Вряд ли сексуальным можно признать кашу ворота. Здравствуйте, друзья, меня зовут Александра. И, конечно, когда ты четко и при этом плавно и отчетливо проговариваешь звуки, это ложится на буквально бессознательное твоего собеседника. Поэтому хорошим упражнением можно признать медленную скороговорку. Шок? Да, скороговорки можно произносить медленно. Например, ты выбираешь какую-то скороговорку с шипящими согласными и произносишь ее максимально четко, на избыточной артикуляции. Что такое избыточная артикуляция? Ты стараешься проговаривать эту скороговорку, словно бы ты объясняешь маленькому ребенку. Приведу пример. Четыре черненьких, чумазеньких чертенка. Четыре слова на избыточной артикуляции. И так до конца скороговорки. Но потом тебе достаточно уйти на регистр чертили черными, чернилами чертеж. Артикуляция четкая и при этом не избыточная. Тренируй медленную скороговорку с избыточной артикуляцией хотя бы раз в день в течение ближайшей недели. Затем ты можешь перейти на обычный режим раз в неделю в течение ближайшего месяца. И, наконец, последний секрет сексуального голоса – это сексуальная фонетика. Да, действительно, некоторые согласные русского языка признаны более сексуальными. Это шипящие, щепотку шипящих в свою речь. Это свистящие, ч и ц. И ты можешь разбавить их также сонорными согласными – н, м, л, которые позволят сделать речь плавной. Вместе с тем более жесткие согласные – б, г, д, р – делают речь более грубой, резкой и рваной. Поэтому, выбирая слова с определенными согласными, отдавай предпочтение шипящим и свистящим. Они воздействуют на бессознательное, включая наш инстинктивный мозг. Да, это притягательный оратор. Я хочу его слушать. Уверена, что тренировка этих несложных техник уже через месяц позволит тебе сделать твой голос более сексуальным, чувственным и притягательным. А использовать ты его будешь под свою собственную задачу. Желаю тебе ошеломительных успехов на поприще влияния голоса. И, наконец, маленькая хитрость. Почувствуй свою натуральную, природную сексуальность без переигрывания и вот такого сексуального голоса. Это через черт. И если ты хочешь продолжить тренировки своего красивого притягательного голоса, то оставайся с нами на канале «Школа Король Говорит». Ставь лайк этому видео и подписывайся на обновление, нажав колокольчик. А также скачивай чек-лист данных техник под видео в подарок. Субтитры создавал DimaTorzok